Предотвратили экологическую катастрофу. В Затоне прошли учения по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. По легенде, корабль с нефтью налетел на мель и дал течь. В воде оказались люди, один человек утонул, второй получил ранение. Такие водные получили сотрудники службы спасения, приступая к учебной ликвидации ЧАЭС. Работа шла сразу по нескольким позициям. Одни доставили раненого на берег, другие разворачивали боновые заграждения, окружая корабль и нефтяное пятно, не давая ему растекаться. Внутренний круг, а для страховки внешний. Потом за дело взялись водолазы. Они подобрались к пробоине и поставили на него заплату из специальной резины на магнитных присосках. Одновременно с этим на берегу соорудили резервуар и устройство для сбора нефти с воды. Особенностью этих учений стало то, что спасатели работали в условиях почти на 100% приближенных к реальности. Настоящую нефть, конечно, никто не разливал, но были учтены существующие погодные условия, задействована вся необходимая техника и службы. Я считаю, что сработали мы удовлетворительно, я бы даже сказал, отлично, поскольку скорость развертывания боновых заграждений была показана достойно, очень даже хорошая. Скоординированность действий тоже была достигнута достаточно большая, с учетом того, что я знаю, что тренировки мы заранее не проводили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!